Белла, не надо, да, оскорблять, пожалуйста. Ну, Белла, вот видишь, а потом говоришь о чем-то, о каком-то порядочности, о какой-то... Так смеется, как будто бы это не так. Белла, я вас научу, что надо делать. Когда идут неугодные комментарии, посмотрите на тому, посмотрите, как она красивая. Сразу в настроение придете. Да, она красивая, тут даже вопросов нету. Все, не надо читать ваши комментарии. Закройте комментарии. Белла, смотри меня в глазах, не читай комментарии. Все. Хорошо, хорошо. Белла, скажи, пожалуйста, мне по поводу вот этого твоего проекта, Али. Вот классный проект у тебя получился, молодец. Работа хорошо работает. Отлично, я довольна. Да, я знаю. Я довольна. Ну, вот скажи, пожалуйста, ответь, пожалуйста, если... Вот сегодня нескольким ребятам, Альманам, задавал вопрос, все увиливали от прямого ответа. Может, ты самый как бы смелый человечек, между прочим, ответишь. Вот, например, у вас появлялись несколько таких людей, которые пытались о своем народе, об армянском высказывать нелестные выражения. Вот, там, о государстве, о народе, все. Как ты их называешь, скажи, пожалуйста. Вот, ты лично, ты неоднократно об армянском высказывал. Чемошниками конченными. Умничка, умничка была. Согласись, что вот этот Али, когда говорит нелестно о своем народе, когда он говорит о народе они, 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 его можно ассоциировать именно с этим названием. Согласись? По спадам, по спадам. По спадам, по спадам. По спадам, по спадам. По спадам, ты вопрос задал, можешь послушать? Давай, послушаю. Вот эти чмошники конченые, которых я называю, когда заходят к этой вот и еще к одному. И они там говорят, Карабах – это Азербайджан, Армении жить не хочу, и всякую дрянь про Армению несут. Вот я таких называю. Но вот этот Али именно, он не сказал, Карабах – это Армения, что я Азербайджан ненавижу. Он про Азербайджан как раз таки лестно отзывается. Он никогда ничего не хочет. Азербайджане, когда говорит, вот почему есть сомнения, и почему его не признают азербайджанцы, потому что он когда говорит, он говорит «они». Он ни разу не признает, сказал «мой народ», «я», «мои родители». Он говорит «они», «они», «они». А государство «оно», а людях «они». Это уже один факт, что этот человек не является всем кемом. Почему он так говорит? Вот это он уже не о четыре так говорит. Он вчера ему о Денисина, да, о нелесном говорил. Нелесном говорил, но он ему говорил правду. И этот мальчишка, вот 24-летний, как он говорит, да, аж весь из штанов выпрыгивал, оскорблять начал, и оскорблял именно азербайджанских народов. Это уже показывает, что он далеко не азербайджанец. У него тоже нервы нежелезные, потому что каждый, кто говорит... Ну, например, какие нервы? Сегодня я ему один вопрос задал, он что-то из штанов не выпрыгнул. Я просто сказал, его цель, когда он нелестно отзывается об азербайджане, его народе и культуре. Этот человек что-то из штанов не выпрыгнул. И три-четыре адвоката появилось, пытались оправдать его. А этот мальчишка прыгал и не мог себя остановить. Кто его выводит? Смотри, Эльман, 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 ты взрослый человек, но давай признаем, что этот молодой парень настолько знает все, что я просто... Настолько, если ему вопросы... Да нет, он уходит, Белла, он уходит. Ты видел, на что-то он ответил? На что-то он ответил? Белла. Ну, я свой эфир загружу на YouTube, вот послушаю. Белла, он не отвечал на вопросы. Я обязательно послушаю. Он нацию путал с религией. Религию разделял на несколько направлений, но ни один адекватный ответ он не дал. Он все уходил и на вопросы дает вопросы. Даже сейчас вот молодой человек ему несколько вопросов задал. Он, как этот Сайгак прыгает, не отвечает, а на вопросы вопросы дает. Ему задавали вопрос. Откуда он произошел? Его национальность, от какой народу он отталкивается? Он не мог ответить. Про его рот спрашивали. Он не сильно про свой рот рассказать. Он говорит, что этой нации сто лет. Значит, у него нет ни прадедов, ни дедов, никого. Значит, он кусок такой лист. Он не говорит, что на него это вопрос не вышел ответ. Он ни одного ответа не дал. Он не говорит их нет. Он говорит, они были там в Иране или где? Они. Они были. Они. Он вечно говорит, они. А это уже и есть, что он не говорит о своем народе. Он говорит по правилам, которые диктовала ты ему. Учила грамотно. Работу провела ты очень четко. Что? Скажи, что он тебе нравится, потому что он говорит на твоем языке. Конечно. Конечно. Бальзам на мою душу. Я с ним много, во-первых, буду говорить. Белла, он тебя хорошо понимает. Он мне еще один нескуда подойдет. Он мне ответил, Белла. Я сама не считаю ее умным человеком. Он ничего не знает. Нет, Каруна. Он столько знает, что давайте вот... И Айлу в карман положит тату, и Кабрана в карман положит. Он столько знает, что тебе нравится. Больше он ничего не знает. Белла, знаете что? Когда я пытался... А ты слушаешь то, что тебе нравится, правильно? Я ему задавал вопросы, хотел понять, насколько он изучил то, о чем он говорит. Я понял, что он просто говорит то, что вам нравится, но не знает суть и не знает детали этих вопросов. Потому что когда ты пытаешься углубляться, он как-то пытается вывернуться. От ответов, там начинает, что ты имеешь конкретно в виду, какой год, и там, знаете, мелочится, короче говоря. Я ни одного разумного ответа от него не получил. Кроме того, чтобы киноцид был. Да, он на протяжении, с каких дней, он так же везет себя, он ни одного адекватного ответа не было. Он начинает психовать, он начинает выскакивать, заскакивать в эфир. Он начинает оскорблять людей, когда не может ответить. А кто это говорит о том, что нехватка аргументов у него? Субтитры создавал DimaTorzok